Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов принял участие в очередном заседании координационного совещания по вопросам безопасности противодействия коррупции и обеспечения правопорядка в СКФО, которое провел полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайко. Были обсуждены вопросы, связанные с мерами по повышению уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, образовательных организаций и учреждений, а также по профилактике повторной и рецидивной преступности. По итогам заседания полномочным представителям президента в округе даны конкретные поручения. Среди задач профильных органов была отмечена организация на постоянной основе в образовательных учреждениях, мер по повышению антитеррористической защищенности зданий, а также тренировок, занятий и инструктажей по действию персонала и обучающихся с учетом подготовленных Миноборнауки и Минпросвещения России рекомендаций. Начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин представил личному составу временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии. Приказом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Рио министра назначен полковник полиции Владимир Нефедов. Ранее замещавший должность заместителя министра внутренних дел по Республике Ингушетия. Владимир Ильич имеет большой руководящий опыт, закончил Московский университет МВД России по специальности правоохранительная деятельность, награжден государственными и ведомственными наградами. Его опыты и профессиональные навыки позволят в полном объеме выполнять те задачи, которые возложены на должности министра внутренних дел Республики, отметил Сергей Бачурин. Владимир Ильич поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенно, что при поддержке личного состава служебные задачи будут выполнены на должном уровне. Накануне около 8 вечера на 54-м километре федеральной автодороги Черкеск-Домбай 38-летняя жительница Карачаевска, управляя автомашиной «Лада Приора», не уступила дорогу транспортному средству, пользующимся преимуществом в движении при выезде с прилегающей территории и допустила столкновение с автомашиной «КамАЗ» под управлением 28-летнего жителя аула Сарытус. В результате автоаварии с многочисленными травмами и повреждениями водитель и пассажир «Приоры» доставлены в лечебное учреждение, где последняя 61-летняя местная жительница от полученных травм скончалась. Участок дороги, на котором произошло ДТП, не является очагом аварийности. Водитель «КамАЗа» треск, у водителя «Приоры» произведен забор крови. Кадровый проект «Продвижение 2.0» объединил в Архызе более сотни молодых сотрудников налоговой службы. В нем приняли участие специалисты территориальных налоговых органов, расположенных в Южном и Северокавказском федеральных округах, а также на новых территориях, вошедших в состав России. Альбина Ламкова с места события. Я не случайно пришел именно в Федеральную налоговую службу. Еще в юности, посмотрев документальный фильм об известном преступнике Али Капоне, меня поразил тот факт, что столь опасного преступника сумели привлечь к ответственности именно сотрудники Федеральной налоговой службы. Именно поэтому еще тогда я задумался в выборе именно данной профессии. Не пожалели вы? Ни капли. Севолод Карнута приехал из Республики Крым. Несмотря на юный возраст, у него амбициозные планы. Использует любую возможность для получения знаний и практики. Нацелен на успех, высокие результаты, быстрый подъем по карьерной лестнице за счет качественной работы. Этот форум как раз и предназначен для такой молодежи. Возможность пообщаться с коллегами из других регионов, узнать их методы и подходы к работе, чтобы в дальнейшем повысить эффективность уже моей работы. В целом, работа в команде мне очень нравится. У меня очень активная команда и прекрасный наставник. Проектно-аналитическая сессия «Продвижение» рассчитана в первую очередь на молодых сотрудников, которые недавно работают в Федеральной налоговой службе. В программу интенсива включили мастер-классы по новым технологиям и наставничество от опытных. Организация очень на большом, высоком уровне. На самом деле, создавать, креативить, здесь и помогает и инфраструктура, и природа, которая вдохновляет, конечно же, своим красотам. Это новое поколение, конечно, приходит совсем уже с новыми знаниями, с новым багажом умений. И то, что мы там долго что-то учились и внедрили, они это знают уже изначально базово. Все эти технологии, все эти айтишные истории, они знают, соответственно, как сделать проще и как сделать удобнее. Мы понимаем важность этого мероприятия как с точки зрения кадрового потенциала. И, может быть, на данном проекте появятся новые идеи, которые перерастут в пилотный проект ФНС России, как это было, например, с мобильными приложениями для самозанятых. И приветствуя молодых специалистов, ждем интересных проектов, хороших идей. Кадрам в налоговой службе уделяют большое внимание, так как люди – это основное. Все на них строится и базируется. Это было отмечено на мероприятии, а вклад в развитие талантливых и амбициозных молодых сотрудников и повышение их увлеченности в работу ведомства принесет неоспоримый успех всей системы, уверены организаторы. Площадка в Архызе объединила 15 проектных команд, чтобы поработать над решением актуальных вопросов по налоговой тематике. Опыт такой масштабный. Здесь очень крутые ребята, с которыми приятно пообщаться, получить какой-то опыт. В налоговой службе не так давно, но потихонечку стараюсь слиться. Представляем проект по камеральной контрольной работе. В Архызе нравится, все отлично, отличная атмосфера. Для нас пока все сложно, но мы много-много-много аббревиатур. И мы это пытаемся упростить, чтобы людям было яснее, но в приведении этим сотрудникам. Проектно-аналитическая сессия продвижения завершилась защитой командами проектов по налоговой тематике перед экспертами. Здесь участники продемонстрировали навыки публичных выступлений по протекции представленных концепций в работе. Уже в ближайшем будущем участники продвижения 2.0 смогут применить полученные знания и опыт проектной работы в своей профессиональной деятельности, а самых инициативных ждет повышение по службе. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, а днем 19-24 градусов тепла и местами до плюс 19. В Южных районах местами высокая пожароопасность 4-го класса. В Черкесии без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 11-13, а днем 21-23 градусов тепла. Уют и комфорт в каждый двор. В Карачаевске активно идет благоустройство 15-ти дворовых территорий. Ремонтные работы реализуются в рамках программы «Современная городская среда». Сейчас облагораживают двор по улице Ленина, 56. Олег Алипшоков продолжит тему. Для жителей благоустройство этого многоквартирного двора является радостным событием. Дворовая территория по улице Ленина, 56, обширная, и давно здесь не проводился капитальный ремонт. Совсем скоро здесь появится современная детская площадка, скамейки и места для парковки машин. Осталось выровнять дорогу и уложить асфальтное покрытие. Представители отдела строительства Карачаевска отмечают, что все работы будут завершены до конца этого года. Запланировано 15 дворовых территорий. Это в состав входит и ремонт, и благоустройство. В данный момент мы находимся на улице Ленина, 56, корпус 5. Тут 216-квартирный жилой дом. Очень большая площадь ремонта и благоустройства идет. Сметная стоимость данных видов работ на данном объекте 9 миллионов 17 тысяч рублей. В настоящее время ведется строительство. На территории двора будет проводиться озеленение и установят освещение. Уже появились бордюры и совсем скоро проложат тротуары. Жители отмечают, что с благоустройством двора свободное время можно проводить с уютом и комфортом. Конечно, очень приятно, что делают нам хорошо. Огораживает двор, детям площадку детскую будут это делать. Уже и делают. Конечно, нравится. Очень даже хорошо и красиво облагается. Все будет нормально, наверное. Мы рады, дети будут радоваться. Нам очень приятно. Мы живем и живем. Хотим жить красиво. Спасибо большое, что за нами так ухаживает. А это улица Курджиева 4, где уже завершены работы по благоустройству двора. Важно отметить, что все строительные работы ведутся по программе «Современная городская среда». Карачаево-Черкесия присоединилась ко всероссийскому педагогическому диктанту. Он прошел в двух школах Черкеска. Участниками диктанта стали не только преподаватели и ученики 9-й и 19-й гимназии, но также все те, кто так или иначе связан со сферой образования. Символично, что в год педагога и наставника организаторы решили обратить внимание общественности на традиционные для отечественной педагогики ценности. О чем перед началом написал работ, сообщил по видеосвязи ректор Московского госуниверситета Алексей Лубков. Педагогический диктант проводится для того, чтобы сформировать у учителей определенные знания о трудах великих наших ученых, о методике преподавания. Здесь основные вопросы это то, что для учителя в первую очередь. Учитель, ученик и наше взаимодействие с ними. Учителя, воспитатели городов и районов Карачаева-Черкесии, студенты педагогического колледжа и учащиеся психолога педагогических классов, почетные гости также приняли участие во всероссийской акции «Педагогический диктант», приуроченного к 200-летию со дня рождения российского педагога Константина Ушинского. Участники прослушали отрывки из его произведений, используя свой профессиональный опыт, размышляли над поставленными вопросами и искали самостоятельное решение поставленных задач. На поиск и оформление ответа всех трех заданий давалось 150 минут. На территории 12 муниципальных образований Карачаева-Черкесии функционировали 15 офлайн-площадок. Карча будет жить на сцене вечно. Спектакль по пьесе народного поэта Карачаева-Черкесии Дины Мамчуевой предводители карачаевского народа продолжает гастролировать по городам и районам нашей республики. Постановку, рассказывающую о возвращении карачаевцев во главе с Великим Карчой на историческую родину, после нашествия Тимирлана, посмотрели уже в нескольких десятках населенных пунктах. На одном из показов в селе Чапаевском побывала Алла Качиева. «Это очень ответственная тема для нас всех, вот Карча. Мы всегда мечтали о том, что будет пьеса. Обязательно родится эта пьеса, и мы любой ценой осуществим постановку Карчи». Желание народного артиста России Азрета Акбаева, как десятков его коллег по сцене, исполнилось. Народный поэт Карачаевой-Черкесии Дина Мамчуева преподнесла очередной подарок карачаевскому народу. О легендарной исторической личности Карча повествует очередная пьеса-драматурга. «Карча» – это завершающая часть исторической трилогии автора. Первые две пьесы «Мурат и Зумрад» «Закат Аланий» были также поставлены Карачаевским театром. Их посмотрели зрители Карачаевой-Черкесии и не только. Что же касается спектакля Карча, постановка рассказывает об истории 1396 года, когда Тамерлан уничтожал целые города и народы, в том числе и Аланию. После гибели отважных воинов, оборонявших Эльбрус, он увез в Самарканд не только материальные ценности, но и людей. В империю Тимуридов был угнанный мальчик Карча. Там он получил образование, стал военным. Но стремительная карьера не уничтожила в сердце Карчи любовь к родной земле, за которую погиб его отец. Сын собрал сподвижников и покинул Самарканд. Ему удалось возродить землю предков. Я напоминаю просто, что это о героическом сцене Карачаевского народа, полководцы, предварители Карачаевского народа, обоснователи нашего народа. Это великий Карча. Мы этот спектакль не будем списывать. Мы будем каждому подрастающему поколению из года в год будем показывать. Мы сейчас показываем этот спектакль в возрасте с 14 до 16. Это по Пушкинской горды и старшей. Карча, Наурус, Адурхай, Трамбудиян – пять воинов, восстановивших оландскую государственность после нашествия. Спектакль занят весь творческий состав Карачаевского театра. Молодой и талантливый артист Шамиль Мукаев воплощает на сцене великого предводителя и основателя карачаевского народа Карчу. Также в главных ролях задействованы корифеи театрального искусства. Известные артисты Азрит Акбаев, Руслан Гочияев, Руслан Темрезов и многие другие. А миссия показать масштаб личности Карчи на сцене Карачаевского театра досталась заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарии Магомету Атмурзаеву. Планы есть у нас поехать в Нальчик, в Тарнаус, ну и в Ставрополь повторно, в Кисловод с этим спектаклем. Так что наш победоносный спектакль Карачаев продолжает свои гастроли, свои малые гастроли, большие гастроли. Надеемся, что мы поедем в Москву, в Петербург, переговоры идут. Вот, ну, пока нам обещают. Алла Качива, Медина Джинкезова, Лива Станов, Олег Малхожих, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия. Село Чапаевское, Прикубанский район. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Доктор Краснов». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!